Парализованного 7-летнего челябинца готовят к дальнему перелёту. Родные Лёвы Золотухины приняли решение отвезти мальчика на обследование в столицу России. Напомню, ребёнок получил серьёзную травму вследствие несчастного случая. Дедушка мальчика учил его стрелять из травматического пистолета. Пуля срикошетила, попала Лёве в шею и буквально раздробила один позвонок. Мальчик полностью обездвиженный и не может сам дышать. Ему нужно поставить нейростимулятор, чтобы ребёнок смог жить без аппарата искусственной вентиляции лёгких. И вот что нам рассказала крёстная Лёва по телефону. Что касается сегодняшнего положения, как Лёва себя чувствует, в субботу к нему прилетал доктор из Москвы. Это заведующий реанимации научно-правлического центра помощи детям имени воина Ясенецкого Геннадий Чпрокопьев. Он осмотрел Лёву, сказал, что, конечно, состояние ребёнка тяжёлое, но они готовы взять его к себе в центр. Если изначально речь шла о том, что ему необходима операция, то сейчас Геннадий Германович посмотрел и сказал, что давайте всё-таки попробуем с ним позаниматься. Сначала обследуем его на нашем оборудовании в их центре, обследуем, посмотрим. И уже потом тогда будем смотреть, вдруг он сам начнёт, сам раздышится и сам начнёт дышать. У нас есть выписанный счёт уже из клиники МПЦ. В прошлую пятницу наш телеканал уже показывал сюжет о Лёве. После этого злоумышленники попытались взломать банковский счёт, на который поступали пожертвования. Заполучить деньги хакерам не удалось, но счёт заблокировано. На экране вы видите новый номер карты, сюда можно перечислять пожертвования. Также средства для Лёва собирает благотворительный фонд «Родная». Любую сумму вы можете перечислить на короткий номер 7522. В СМС укажите «Родная» и через пробел сумму, которую хотите отправить. Операцию проводят мобильные операторы «Теле-2», «МТС», «Билайн», «Мегафон». После отправки СМС операцию необходимо будет подтвердить.